батумский шейх мое почтение спасибо большое за донат с вами артем вы так продолжаем изучение моем канале я сегодня нахожусь на даче и в этом видео я слушаю тогда уж тогда и базуку бы как бы послушать или как а тут-то все таки не давай давай ладно гнездо шершней своими руками история такая весной этого года я забрал у своего деда два пчелиных улья это такие большие дубы ну давай ладно по за ним учитывая что он не на запись раз да новые колоды которым больше ставить и прошли привез их на дачу и так как же были убиты реставрирую сделаю и запущу туда что 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 сейчас ребят секунду секунду поехали мало ли пчелок запущу захочется мне пчел короче разводить вот разводить разводить на секс осуждаю законопатил ну и он так и стоит а второй улей был в плохом состоянии то есть он был гнилой его нужно было пенить конопатить и в итоге у меня времени не хватило в тот день когда этим занимался в общем я это так оставил ну хотя да он их типа убивает как будто ведь пчел своих защищения открыты его с открытой дверцей в итоге прошло какое-то время там недели шершень же он не бро туда залетелям ровным я такой когда обнаружил ну ладно ну там на следующей неделе короче я их оттуда выкурил ну и так прошло друзья месяц 2 3 короче прошло все лето эти шершни там ну скажем так жили обживались в итоге они законопатили полностью всю дверцу улья и на сегодняшний день их там настолько много что они уже как бы ну летают по участку и реально начинают напрягать вечером когда мы приезжаем вот последний раз когда мы приезжали вечером я включил уличное освещение они с этого улья короче слетелись прямо к этому свету их было настолько дофига короче что мы даже не привели на улице мы просто спрятали а то есть у него еще нет пчел но он уже пошел убивать шершни а он забил них а в доме выше реально было заприемное было очень много не один шершень ужалил благо у меня конечно ну засадил мне не по самые яйца а на половинку короче он летал над столом я взял кепку короче хотел его прихлопнуть ну я его как бы прихлопнул ну когда он падал во время падения у меня круче ужалил в итоге там такой вот я думал ему засадил рассказать я вот еще покусали я решил принять меры короче купил я диклафос специальную шапочку собираюсь полностью одеться и их короче отравить в общем всех их в этом прям домики уничтожить а потом ну сегодня же не универзают анона на его собственной даче короче да он не анон а за он же сказал вот его зовут артём это как раз не анон чё полностью разобрать вот это все где они жили бисексуал во-первых показать вам поэтому друзья если заскватировали да получается пчелиные хаты не переключайтесь сейчас шестой час и эту работу лучше делать вечером когда все насекомые собираются в своем логове чтобы переночевать в общем у меня как раз есть около часа еще времени чтобы подготовиться одеть экипировку а это его типа лично еще канал отправить в общем страшно пипец но ни хрена все получится потому что я целую неделю об этом думал и готовился вот эти улья про которые я вам говорил недавно что ли вы сделали чему крышу полностью почистил внутри это дубовая как вот это вот согласитесь обидно до 2 ляма сделать типа просмотров в итоге 16к подписок который пчелы формируют соты сами то есть это не рамочные домики для пчел и рамочные домики ребят значит смотрите база про youtube очень важно у него на одном ролике 2 миллиона почти просмотров но как видите вот здесь там три тысячи полторы вот тут 1 на 4 1 из 7 и 12 вот на этом ролике ну типа блин короче менять захват экраном можете мне поверить на слово или провериться может быть уже побольше чуть-чуть хорошо делать и смотрите друзья здесь должна быть ну специальная такая деревянная доска которая закрывает это как бы морали не будет выводы делаете сами ну то есть к слову о том что там даже миллион просмотров он тебе потом еще не понятно что тебе будет от него туда залетели шершни и полностью законопатили вот это вот отверстие я делал две кофты и двое штанов теперь у меня есть вот такой вот к видный костюм я в нем один раскрасил я надеюсь что он не горел и так гандон для всего тела когда когда решил переспать с солевой из питера вот как то так здесь резинки ногах тоже резинки да да еще так взял просверлил саморез чуть-чуть не такая я не знаю никогда такое не делал и честно говоря стремно осуждаю когда я прорежу отверстия я буду держать баллон ударю по нему вот этим вот как раз прием самореза получится отверстие ну вот так друзья это все выглядит честно говоря вот эта сетка мне не внушает доверия нас это моя камера ребят вот буквально сейчас вы меня смотрите на точно такую же камеру на самом деле понимаешь что она на мне но так ощущение что ее нет я здесь еще шарфиком перемотался на всякий случай чтобы не заползли под сетку и вот здесь вот не показались перед лицом ну то есть может у него модель другая не знаю перчатки я надеюсь они не смогут протыкать они очень такие плотные резиновые две-три опции типа если получается резинка но та же серия ну в целом показать нее не могу ведь она не снимает но чем больше туда ближе точнее подхожу тем страшнее ну погнали надеюсь все получится костюм для антона осуждаю такое антону такой костюм как раз не нужен потому что антон и так антон андон погнали это я вам говорю как антон между прочим ой 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 въедливая песня да вот это вот смотрите это уже хорошо чё он делает там какой-то динамит как будто засунул туда типа жесть ой 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 и они налетели на него все смотри а чё он с камер это не показывает картинку это же самое интересное стой в общем все пошло немножко не так как я хотел я хотел закрыть отверстие сверху вырезать внизу не разглядишь да нихрена вроде прям точно такая же но вот здесь модель написанное не 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 видно чё подождите-ка 719 но у меня для себя мне интересно большое отверстие чтобы закинуть туда я освоим клафос но я-то думал вот это дело на толстая она получилась вообще тонюсенькая как как бумажка просто все это порвалось и они просто оттуда вылетел а и в итоге она говорит не помогло то есть его все время да так типы что пытался что-то сделать в итоге все пошло не так забавный чел забавно смотрите какие они огромные вроде просто огроменный без ущебин большими они прям по мне не включил и а нет ну вот это вон с нее же кадр сейчас идет я не понимаю работает мой деклопос или нет ну мертвых на полу очень похоже они здесь полностью все за ним осрался и они такое ощущение что и они его хавают и становятся еще злее и агрессивней а они прям ударяются в меня капец вообще их не берет этот деклопос я в шоке все пошло не так нитки в общем нужно было это сделать сразу накрыть покрывалом и обмотать прикольно тоже он у нас время пытается именно как-то честно ребят я в нем вижу что-то так сказать родное своей душе я потому что тоже все время пытаясь какую дебильную херню заколхозить я вот люблю вот это вот дерьмо у меня типа вот здесь полка в кабине над монитором это не полка это я взял просто коробку картонную из-под что это вообще ионизатора типа какого-то на саморезы прям вкрутил стены у меня полка и типа внутри в нее можно что-то хранить и на ней вот прямо сейчас там телефоны лежат допустим то есть колхозить это наше все и поджечь прям вместе с этой штукой да второй день тишина движухи не видно но иногда подлетают по несколько штук но пока тихо значит вот сколько я насобирал их здесь а домика ну и теперь полезу внутрь смотри ну кстати то есть он видите он получается уничтожил своих врагов так еще и чтобы поглумиться он из их трупов собрал себе мебель на кухню ебать как же это брутально сука дерьмер одобряет твои поступки смертные потому что все таки некоторые шершни подлетают и страшно что могут ужалить ну а та куртка плотная перчатки не одевал пока что короче есть жена fdr x3000 это полная версия которая 4k есть типа ее бич версия как там блять называется еще по-другому чуть-чуть быть одену но у него в целом погода хорошая жарко мне такая же прям как у меня точно но в целях безопасности я все-таки ее одел а бич версия hdr as300 ебать сколько скейки ни хуя се скейки 80 тысяч полный комплект сейчас стоит ебать бичарская стоит 56 скильки as300 то есть не 4k full hd вот эта версия типа с пультом вместе 73 я взял совета за 24 4k типа ну но посмотрите она была 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 полная комплектация это просто жечь ладно чё там шершняга так дымом их усопить как дед учил не да не не он не ищет легких путей гниловатый картон дымом усопить чисто знаешь кальян туда приделать просто на кумарить там братанов блин вот некоторые подлетают как бы конкретно раскумарила короче вот так это выглядит внизу вторая часть от рулетки с дерьмером да все никак не занимаются а теперь смотрите какое огромное логово коленный рыбчик а мы летим 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 не срываемся многоярусная вот это все я сейчас буду, выковыривать и в облаках мы в облаках , вот в облаках растворяёмся мы ежедневно курим otro ф sigma стальной нас все это отрывать братик брат дружочек парень сделает тягу улита им Ничего себе. Да я тоже очень смоя посрел. Прямо таких два огромных диска. И полная дискография группы «Черный кофе». Ой, блин. Ничего себе. Смотрите, они шевелятся. Ничего себе, смотрите, оно шевелится. Да, блин. Ага. Здоров. Тут одной известной гитарной школы вышел калаб. И не решен будет твой профразбор. ХТПС-2. Благодарю, Иким, спасибо большое. Вот это вот я уже здесь, вот я как бы буду комментировать. Профессионально. От души, спасибо. Я бы на их месте не улетал, да, да, да. Я бы тоже прилетел туда сразу тогда. На хороший калик. А-а-а-а! Блядь! Я сам там, да, там, у них какие-то тоже странные истории между собой, понятно, там, по-человечески чё-то непонятные какие-то моменты. Ну, интересно было, хз. Это мать-сайенс, блин. Ну, вообще, научпоп, конечно, всякие, это так, типа. Или, ну, это не научпоп, а хз, вот там. Дрочь-поп как. Стремно. Маленькая. Буш, бушкрафт, блядь. Вот ведь маленькая ящерица. Иди отсюда. Иди отсюда. О, еще один яручный, там, ничего себе. Вот это да. Ложка сахара и ложка любви тут явно есть. Это мча. Ой, какие. Трипофобы. Было большое. Чё с ебалом? Гнездо. Здесь несколько тысяч личинок, которые могли вылупиться, и колония этих шершней увеличилась бы в разы. Так бы и съел. Кстати, шершни не производят мед. Соты они строят исключительно для выращивания потомства. Это насекомые-одногодки. К зиме большая часть колонии погибает. Остаются зимовать личинки и небольшое количество маток. Вот так. Смотрите, какая большая самка. Это я показываю своим крышам G-Fitness, блядь. А вот для наглядности сам яс. Маленький. Такая огромная самка. На запись без очереди мои свои. Ё-моё, блядь. Пожалуйста. От души, спасибо. От души, спасибо. Спасибо, Саша, большое. Что в итоге получилось, есть видео на моём основном канале. Ссылка на него будет указана в описании под этим видео. Ну, а на этом всё. Буду благодарен, если поддержу. Блядь, ты, ты знаешь, уже понятно, да, что я сейчас спиздану, да, что-то. Так, чё там у него, блин? Тёмная фаза, прикольный канал, смотрю, да, смотрел его, как они там забеги делали на тех самопальных электромобилях. Ну, типа, вроде всратая идея, а вроде капец прикольная, интересная. Какой хернёй всякой страдают чуваки. Ну, как я это сделал и что в итоге получилось, есть видео на моём основном канале. Ссылка на него будет указана в описании под этим видео. Ну, а на этом всё. Буду благодарен, если поддержите меня подпиской. С вами был Артём. Всем пока. Сосать просто. Сжёг врагов дом. Понимаете? Вот, вот. Вот так-то, ребята. Как там в том приколе. Почему все мужские игры связаны с тем, чтобы просто убить невероятно большое количество живых существ, да? Вот так вот. Довольный такой. А, смотрите, сколько. Сколько трупов. Радость такая. Как это, знаете, как кот, который, типа, мышь дохлую приносит такой хозяевам? Мяу. Мяу. Не, круто, чё, я не знаю. То есть, ну... Забавно, когда у него опять тут что-то всрато пошло. Но я всё так же всё равно. Вот, я не понимаю, почему... Всех этих шершней. В чём минус, типа, этого канала? Честно, пока не вдупляю. То есть, он, да, делает всратый способ и показывает. Вот, типа, не сработало. Потом что-то переделывает и вроде, вот, там, наубивал своих чуваков. Наверное, только если у него пчёлы, как бы, были и они вымерли. Ну, пчёл жалко, да, типа. Пчёлы-то за что? Мёд делали просто. Не взяли. Ну, он, с другой стороны, он отомстил. То есть, пчёлы там где-то, на небесах, в пчелином раю, они теперь могут, как бы, покоиться с миром. Потому что, как бы, праведная месть была совершена. Да, сожжём, сжёг детей просто всех, да. Сделал мебель себе. Ну, короче, на земле одного человека, на одного человека приходится два с половиной миллиона муравьёв. То есть, в целом, они на нас могут дохать. Ну, понимаешь, это то же самое, как с глупыми людьми и более умными, да. То есть, смотри, на каждого человека два с половиной миллиона муравьёв, но на все эти миллиарды муравьёв, типа, не найдётся ни одного... То есть, два с половиной миллиона муравьёв, они не имеют, там, суммарно, например, интеллект. Больше хотя бы, чем один человек. Потому что там оно не суммируется. Смысла нет. Они всё равно муравьи. От них никакой ни пользы, типа, ни толку. Ну, то есть, они не могут сделать больше, чем только то, что они могут. С людьми некоторыми так же. Будь их хоть миллион, хоть сколько угодно. Окажется, что там 20-30 каких-то определённых людей и будут просто в разы сильнее и иметь гораздо большие какие-то возможности власти и прочую херню. Так что вот такая история, ребятки. Главное, не оказаться муравьём.